Самая горячая точка на карте Донецка – аэропорт. Это здесь не прекращаются боестолкновения, и это отсюда. Украинские силовики продолжают обстреливать жилые кварталы города. Именно поэтому зачистка аэропорта необходима, чтобы ополчение могло гарантировать безопасность жителям Донецка. Несмотря на минские соглашения, объявленный режим прекращения огня, бои в районе аэропорта не стихали все это время ни на сутки. Однако в последние дни здесь стало еще жарче. Подразделения ополченцев штурмуют аэропорт. Командование сил самообороны приняло решение о штурме после того, как украинские силовики попытались усилить свою группировку в аэропорту, в том числе и техникой, и выбить ополченцев с их позиций. Пытаемся обратно отстоять свой аэропорт, который принадлежит нам, а не украинской власти, которая пришла сюда и разносит ближайшие поселки, дома. Вчера заняли 90% где-то аэропорта, остался там терминал, старый, новый. Ополчение продвигается вперед. Украинские силовики ожесточенно пытаются отбиться. Стреляют, зачастую неприцельно. Попадают по соседним кварталам. Обстрелы из тяжелой артиллерии и минометов. Они не мелочатся, они сразу градами начинают. И они две машины града сюда выложили. Так что разрушений будет много, сейчас надо пойти посмотреть. В частный сектор, потому что у них есть такая привычка, когда они отходят, они бьют по частному сектору. До этого они ударили по кладбищу и церкви. Пока разведподразделения зачищают территорию, командование ополчения не раз выходит на связь с украинской стороной. Надежда на то, что идет подкрепление, вас обманули. Выйдите на связь, решим наш вопрос. В ответ новые залпы. Между тем и ополчение, и украинские силовики несут потери. Только за один день более 10 раненых с каждой стороны. Есть и убитые. В районе аэропорта, фактически на линии противостояния, дома мирных жителей, которые никуда не уехали. И каждый день засыпают и просыпаются под звуки канонады. Нам же война надоела. На мне уже вторая война. Одну уже пережила войну. Теперь еще одна война настала. Активные боевые действия здесь, если прерываются, то на несколько часов в сутки. Однако ополченцы говорят, что развязка уже близка. Потому что мы тут живем. Осталось зачистить менее 10% территории. И, возможно, тогда прилегающие районы города, наконец, перестанут быть эпицентром постоянных боев. Огонь!